Гамадрил по кличке Бруно умело вскрывает банку с йогуртом и наслаждается напитком. На закуску банан, луковица, ветка укропа, киви и прочие фрукты. Рацион составляется, по данным научных расчетов, по образцу московского зоопарка. Кушают практически все то же самое, что и мы. Иногда даже мясо, наверное, хорошо можем давать. А так, фрукты, овощи, орехи, йогурты, молочные продукты, творог. Праздничная трапеза, посвященная Международному дню обезьян, в Самарском зоопарке должна была состояться в присутствии гостей. Была разработана специальная детская конкурсная программа. Однако из-за противоэпидемических мер вечеринка прошла малым составом. Людей в этом обезьяннике встречают приветливо. Все, кроме одного. Макако-резус Степа, если не в духе, может и банановой кожурой запустить. По характеру он довольно вредный. Общается со своим соседом. В принципе, неплохо, но на людей не всегда адекватно реагируют. Характер у всех разный, зависит от породы и воспитания. К примеру, Бруно в зоопарк попал из цирка. Он прирожденный артист и многое умеет. Рома – золотистый мангобей, очень редкий экземпляр. И настоящий джентльмен. Любит, чтобы его почесали, но доверяет только женщинам. Характер у Ромы такой, что он не очень любит мужчин. Он больше любит женское общество, женское внимание. И любит тогда его сотрудники, естественно, только в ходу, что заходим. Можем его почесать через решетку. Ему это очень нравится. Ну, а в мужчинах, наверное, он чувствует соперничьи. Замыкают царство приматов Самарского зоопарка совсем безобидные. Зеленые мартышка, капуцин и кошачий лемур. В природе обезьяны зачастую ведут себя агрессивно, но когда за окном минус 20, вся надежда только на человека. Ученые до сих пор спорят, кто эти существа. Согласно эволюционной теории, наши далекие предки – более научные версии наши ближайшие родственники из мира животных. Науке известны более 600 видов обезьян. В разных мировых культурах им отводятся разные места. В Индии это священные животные. В российской культуре широкую известность обезьяны получили благодаря басням Крылова. Как и других представителей фауны, Иван Андреевич наделял их человеческими качествами. Для того, чтобы, глядя на них, человек мог избавиться от обезьянек. Олег Зверев, Константин Головин. События.